3 Леонид Иванович, здравствуйте. Предыдущие наши беседы вызвали достаточно большой интерес любителей плавания. Народ попросил о продолжении, тем более, что далеко не все интересующие людей вопросы были освещены. Сегодня хотелось бы затронуть тему ВВП и средствам массовой информации. Тем более, что вопросов на эту тему пришло достаточное количество. Как вы думаете, почему даже спортивные газеты, журналы и каналы не хотят досконально и без предубеждения разобраться в нынешнем положении дел со спортивным плаванием в России? Ну и, скажем так, дополнение к этому вопросу, нам кажется, чего стоит начать. Прессу интересует ситуация с ассоциацией водных видов спорта. Вот каково положение дел на день сегодняшний? Первое, я бы хотел сказать, что Федерация создана и успешно работает делом пропаганды информационного обеспечения, в компетентность которого находится взаимодействие со средствами массовой информации. Это и социальные сети, это и страница Федерации плавания, это газета плавания для всех и журнал плавания. Что касается, к сожалению, наверное, сегодняшней ситуации вообще связаны с развитием, борьбой прессы за первое место в рейтинге, неважно, так сказать, достается какая-то информация достоверная или нет, такое ощущение, что мы попали вообще, так сказать, в другую совершенно эпоху в семействе, где, ну, если вспоминать один из известных серий о Джимс Бонде, главный злодей, владея, так сказать, империей прессы, мог манипулировать общественным мнением, мог решать свои задачи. Вот иногда мне кажется, что на самом деле он в большей степени был прав, имея в руках такой серьезный инструмент. Владимир Ильич, и все-таки, а вот вопрос по ассоциации, он тоже в плане манипуляции находится? Я думаю, что сбросы, которые, несомненно, были, они способствовали, что возник нездоровой совершенно ажиотаж к этой теме. Были домыслы, как обычно, вброшены для того, чтобы, так сказать, наверное, там костер разгорелся. Но мы подошли абсолютно плавнокровно к этой теме, несмотря ни на что выдержали, да, и могу сказать, что после обсуждения этой темы на президиуме Российской Федерации плавания 14 апреля была создана соответствующая комиссия членов президиума, которая систематизировала все предложения и все поправки, которых было очень-очень много в предложенном документе. В ближайшее время мы ждем доклада от этой комиссии для того, чтобы предстоять ее на заседании президиума, планированной на 1-2 июля нынешнего года. Ситуация непростая, потому что, когда мы обсуждали на различных уровнях эту тему, все задавали вопрос, а зачем, а почему, а как это будет все работать. Поэтому пока не найдены ответы на многие вопросы, сейчас идет работа комиссии и систематический подбор всех возможных предложений, которые были высказаны, ну и, собственно, анализ их для представления на президиуме. Тогда вернемся к первому вопросу. Ну а вот почему тогда средства массовой информации, может быть, мы не правы задавать этот вопрос. Это, как говорится, вы ответили на него так или иначе. Вот не хотят досконально и без предубеждения, а может быть, они так и разбираются досконально и без предубеждения, именно о нынешнем, в нынешнем положении дел со спортивным плаванием России. Думаю, что не стояла задача. Скорее всего, те, которые сдували эту шумиху, они снимали, скажем так, пенки из горящего молока для того, чтобы просто, так сказать, выполнить минутную тему поднятия какого-то рейтинга. Извините, пожалуйста, а вот вопрос по ассоциации и именно положение дел со спортивным плаванием России, это где-то как-то связанная тема? На самом деле, развитие, конечно, связано. И по какому пути мы пойдем, это будет зависеть от того, насколько мы хорошо подготовимся. И проанализировав сами, не просто, так сказать, с участием неких реплик с места, а вот было бы хорошо или было бы здорово, а конкретно поймем, каким образом это будет развиваться. Поэтому все мы связаны. Другое дело, что на сегодняшний день я не почувствовал какого-то особого интереса дойти до глубины процесса для того, чтобы понятиями стороны определенных СМИ, которые эту тему начали поднимать, никто не хочет, так сказать, всматриваться в глубину. А почему? Я думаю, что это, значит, если мы заглянем действительно в глубину процессов, то мы обнаружим, наверное, совершенно не те вещи, которые на поверхности кажутся более радужными и так далее. Потому что для того, чтобы принимать точный шаг, мы должны понимать, а структура-то готова, а вообще существует некая стабильная платформа или серьезная, скажем так, плацдарм для того, чтобы все эти идеи воплотились в жизнь и могли иметь, скажем, успех. О каких идеях вы говорите? Ну, допустим, комплексные чемпионаты в нашей стране по выводным видам спорта, ну, так сказать, как идея для обывателя, ну, может быть, достаточно интересно. Почему бы не посмотреть прыжки, плавание, водное поло, синхронное плавание в одном флаконе, условно говоря, в одном конкретном месте. Но я могу сказать, что на сегодняшний день мы никогда не сопоставим, наверное, не сможем совместить задачи тех видов спорта, которые по-своему решают отборочные, скажем, тему отбора на крупнейшие старты. Раз, ну, а если брать, скажем, если принимать внимание, что первенство России по водному полу, он вообще, так сказать, процесс достаточно длительный, не всегда предсказуемый по местам и времени, и так далее, чем он закончится, то чуть-чуть заглянув глубже, чем, так сказать, это лежит на поверхности, мы поймем, что мы далеки пока еще от воплощения этой темы. Вот интересно, у вас есть мнение из других федераций по этому поводу? Вот по конкретному примеру, чтобы все вместе соревновались, как говорится, в течение двух недель. Ну, теоретически, конечно, можно представить и худший вариант, можно растянуть и на три, и на кому это вообще все нужно. Зрители, я думаю, что не выдержат такое напряжение, которых немного посредством, организаторов, которые на местах должны обеспечивать все необходимое, плюс средства федерации, я не думаю, что будет меньше. Это будет достаточно, скажем, затратное мероприятие. Итог, а для чего? Значит, если мы говорим о зрелищности, то она может достигнута быть в каждом конкретном случае, благодаря умелому работе режиссера, съемкам, соответствующим там видеоэффектам и так далее, и так далее. Мне кажется, что каждый вид спорта может гордиться, значит, и накалом страстей, и эстетикой, и красотой, и чем угодно. Поэтому мне кажется, что в настоящее время, так сказать, мы не исчерпали еще этих ресурсов. Ладно, это был частный вопрос, и следующий вопрос тоже частный, касаемый взаимодействия прессы и федерации. Ну вот, один из последних примеров. Какое впечатление у вас оставило недавнее участие в программе Вячеслава Фетисова на телеканале «Звезда»? Ну, программа, я как понимаю, в том формате, в котором она предлагалась, именно как туп-шоу, в рамках такого ограниченного времени не смогла, конечно, раскрыть действительно более серьезные процессы, которые предшествуют всем результатам, которые покажут наши спортсмены. Поэтому, к сожалению, не дали возможность высказаться главному тренеру. Некоторые вещи, которые, ну, хотелось бы, так сказать, быть, которые показались, например, важны, были просто вырезаны. Поэтому думаю, что она решала немножко другие задачи. И я не хочу, что это хорошо или плохо. Я сознательно пошел на это, потому что, так сказать, есть достаточное количество оппонентов, которые... Они просто пошли на что? Пошли как человек? Да, я просто пошел защищать интересы плавания на этой передаче и пошел необходимо это сделать. Иначе бы, так сказать, нас опять в очередной раз подвергли какой-то неконструктивной критике без всякой возможности что-то сказать в ответ. Хотя сам факт, когда ты находишься в роли оправдывающейся, я считаю, что не самый, наверное, правильный в данном процессе. Еще раз, если мы хотим гарантированно что-то иметь, мы должны четко понимать за счет чего. Стоп, стоп, стоп. Вот здесь небольшое пояснение должно быть. Ну, как телезритель, многие смотрели передачу, честно говоря, не увидел вас в роли оправдывающегося. Ну, я не собирался как раз эту роль на себя принимать, поэтому я хотел, конечно, чтобы тема была раскрыта гораздо глубже, вот, но, к сожалению, этого не увидел, потому что, так сказать, есть определенные вещи, которые простому обывателю просто непонятно. Они находятся на поверхности. Ну, скажем так, вы ожидали, что, предположим, ради рейтинга, безусловно, ради рейтинга, а ради еще чего, что будет, как бы, продолжение разговора о советском спорте, о ВОФП и так далее и тому подобное. Как выстроены была телевизионные варианты этой передачи? Ну, на самом деле, появление редактора советского спорта на этой передаче, так сказать, кроме, скажем, неприятного ощущения, что главной целью все-таки стоит скандал, как бы подогреть чуть-чуть тему этого скандала, вот у меня такие ощущения вызвало. Вот, поэтому конструктивного диалога конкретно с данным субъектом просто не могло быть по умолчанию, что и показала эта собственная передача. Ну, наверное, у авторов не было темы, так сказать, добиться там какой-то истины. Ну, то есть вы предполагали, что именно так и может получиться? Ну, одно из, да, какое-то предположение у меня было, но я предполагал, что нечто подобное может произойти, да. И оно произошло? Оно произошло.